Продолжение следует... 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 Как хорошо и крепко схватил Владимир Диего. Взял шею, похоже, да? Ну, там вроде бы накладку делает рукой и бразилицы. Второй рукой сопротивлялся. Так как мы-то в бою видели. А, Роман Огульчанский против Десуозы. Одновременно ударили ногами. Да, да, был красивый эпизод. Хорошо проходит этот удар. Он начался использовать корпус. Фронт-кик. Да, бразилицы принимают его на себя. Ловят. Успевают реагировать. Просто прямые удары даже. И руками, и ногами. Проникающие они. Это все судьи подсчитывают. Не торопятся. Во втором раунде, я смотрю, они решили темп чуть-чуть сбавить. Бразилиц пытался пару раз пройти. Ноги. Очень правильно делает вот этот, опять, работа передней рукой. Абсолютно правильно подсказывают секунданты своему спортсмену. Видите, вот к чему приводят. Джеб, джеб, затем длинный правый и все на голове. Эти удары очень сильные. Еще несколько таких ударов. И голова бразильца уже не будет так выдерживать. Правильно он принимает решение. Бразилиц ему надо сокращать дистанцию. И проходить, и проходить в ноги, и пытаться ударить тяжелую. Конечно. Перевести все дело в партер и уже там. Продолжать работу. Призывают встать секунданты Владимира. Минеева. Они увидели, что на ногах он убедительнее побеждает. Ну, это и неудивительно. Ну, я думаю, и в партере он тоже сможет дать хорошую позицию. Обладателем Кубка России по тайскому боксу. Конечно, и в партере. Но, как было замечено ранее, партер занимает больше сил. Если тайский бокс, значит у него будут мощные удары локтями. Вот что мы, собственно, и видим. То есть был вот сейчас один удар локтем. Как раз направо лица базильца. По корпусу отрабатывает. Если я не ошибаюсь, локти пришли. Локти и колени пришли к тайскому боксу. Да, да, правильно. Они работают локтями, коленами. Здесь ровно. Не работает по корпусу. Да, да. Потихонечку наносит те удары, которые в долгосрочной перспективе будут оказывать свое влияние на самочувствие бразильца. И сыграют свою роль. Да, в утоплении. Да, да. Будут добавлять в утопление, конечно. Вторая пятиминутка подходит к концу. Поддерживает Владимира. 40 секунд. У нас в Донецке болеет за него. Владимир Пилово решение продолжить. Какая-то непонятная сейчас борьба. Ну, ситуация была. Вроде бы бразилец загнул руку за шею. Но почему-то он отпустил. Несал лезть под воду. Ну, что и тактика, конечно. Какой необычный удар лог. Зажал руку и нанес. А какой удар лог. Особенности. Особенности. Техники. Особенности. Вершимся. Второй раунд. Третьим. Да, третий раунд главного события сегодняшнего вечера на РСК Алифийском Донецкая Народная Республика. Я напомню всем присутствующим, что после боя вас ожидает праздничный концерт и, конечно же, Розыгрышка сейчас не достала. Боковым, если бы достало, это был главный. Каждый из вас может стать победителем нашего Розыгрыша. Ну, а вы ожидаем третий финалера. Разрешается подготовка спортсменов. Наблюдаем. Видно, что уже встали. Бедна усталость. И у Диего Диаса, и у Владимира Минеева. Ну, мне кажется, Владимир Минеев очень сильно потрепал Диего Диаса. Измотал его. Оба достаточно волевые, характерные, опытные. Можешь сказать, что они, да, действительно, говорят на одном языке. Ух ты. Фин туда. Фин туда. Владимир просит, чтобы зрители... Просит поддержку. Да, да, да. Ну, это было что-то вызова. Ага, ты вот так хочешь. Ногой издалека. Ну, давай попробуем. Такое создалось, по крайней мере, впечатление. Ну, да. Между прочим, по-моему, это первый удар Диаса ногой. Дистанционный. Возможно, да. Я больше неожиданности, да, Владимира, да. Не увидел. А вот второй, какие хорошие такие удары. Может быть, это была заготовка, рассчитана была на неожиданный момент. Ну, Владимир реагирует хорошо на эти удары. Правый сбоку нанес бразилец. Дошел до головы Владимира. Опять актуальность работы передней рукой. Вот, обоюдно они выбросили. Логрянный. Передил. Да, самый короткий путь от одной точки к другой. Это прямая линия. Не забывайте, Владимир, про ноги. Вот сейчас они вроде бы вдвоем только руками работают, да. Ну, тут он добавил руки. Бывает, это разделец тоже не восстанет. Даже хлестки, да. Даже здесь в нашу комметаторскую рыбку. Звук. Аудиозвук. От удара, доходится. Удары очень жесткие, хлесткие. Звонкие. Я бы даже так сказал, добавил бы. Вот джеб хороший, левый прямой доходит до цели. Владимир. Зрители, болельщики, скандируют. Владимир Толуччев. Вот сейчас опять левый джеб прошел. Третий раунд они решили в стойке поработать. Ну, Владимир, мне кажется, и планировал. И так работают в стойке. А вот бразилец пытался первые два раунда перевести все в партер. Ну, понятно, что безуспешно. Мы не можем предполагать, что сейчас, конечно, оставшиеся две с половиной минуты будет происходить. Останутся ли бойцы на ногах, или кто-то внезапно, резко, как обычно, когда они это делают, перейдет на сближение. Отлично. Заготовка. Он два раза ударил правой рукой, затем показал удар правой и перевел на левый сбок. Но если бы он это сделал с движением, с сокращением дистанции, это можно было бы считать. Да, как говорят боксеры, можно было бы и посчитать. Локоть не дошел до цели. Не хватает шага на внесение удара. Когда он действует одиночным левым, у него это удачно получается. Но когда он бьет остальные удары, вот его не хватает. Да. Вот он там, бросок, который мы буквально на медне говорили. Буквально несколько мгновений назад. Бразилец передал на инициативу, держит Владимир. Видно усталость. Очень сильно. И сильно измотал Владимир Диего. Полторы минуты. Хорошая работа ног сейчас у Владимира в том, что он движется как бы в таком челночном движении, немножко подпрыгивая. Этим дает начальное движение действию своему. В то время, когда Бразилиец стоит на месте. И вот это начальное движение, оно дает небольшой зазор в несколько долей секунды для того, чтобы ударить или среагировать. И это очень правильно. Главное... Вот сейчас он хорошо использует левый трамы. Одну минуту осталось здесь. Президент Донецкой народной республики на экранах. Денис Денис Денис. Владимир Ильич Пуши. Поменял стойку. Опять вернулся в классическую. Какой необычный взрыв для Диего. Да, но не принес никакого значимого эффекта. Точного удара не было при этом. А вот корпус достал сейчас Владимир. Правый прямой через руку. Опять правый прямой через руку. Уверенно. Уверенно. То, что предложил Бразилиц в начале этого раунда. Опять правый прямой навстречу. Это послужило на руку Владимиру Минееву. В считанные секунды. Город Ульяновск. В считанные секунды остались в его окончании этого. Концовка боя. Концовка боя, друзья. И... Я полагаю, мы можем уверенно праздновать победу после официального обновления. И мы ожидаем решение судей. Бринка Ноунсера. Боксера из Ульяновска. Хороший, красочный эмитрики раунда показали нам. А сейчас ждем официального объявления победителя. Как говорят американцы, кто победит в этом раунде. В таком случае... В таком случае... Не раунда, а fight. В этом раунде. Багл. Холл. Холл. Баттл. Баттл. Тогда уже баттл. Хорошо, пусть будет так. Сейчас он объявит. Валер. Стоп. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...